2 августа еженедельное совещание у главы началось с представления нового исполняющего обязанности директора предприятия «Дорожник». Им назначен Роман Валентинович Косарев, глава города. Игорь Ральников пожелал Роману Валентиновичу удачи на этом поприще и выразил надежду, что новый руководитель поднимет вопрос содержания уличной дорожной сети города на более качественный уровень. По сообщению ММВД России Буйский, от граждан поступило 178 обращений, из них о происшествиях 43. Четверо пропавших без вести найдены, 9 фактов краш, из них 7 раскрыто, 8 некриминальных смертей и 16 телесных повреждений, 3 пожара и 3 ДТП. По административной практике составили 170 протоколов по линии ГИБДД 96, в том числе 3 пьяных водителя за распитие спиртных напитков, 15 протоколов. Заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Павловна Попова доложила о прослеживающейся динамике роста заболевания COVID-19. Распоряжением губернатора до 22 августа продлены ранее действующие ограничения, касающиеся поведения досуговых, развлекательных, зрелищных и культурных, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий. В частности, спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в соответствующие календарные планы на областном муниципальном уровне, по-прежнему должны проходить без зрителей. В театральных, цирковых, концертных залах посещаемость установлена на уровне до 50% из них возможной вместимости. В связи с сложившейся ситуацией с распространением инфекции, главой города принято решение усилить применение административной практики по соблюдению предписанных требований. На предыдущей неделе силами ООО «Дорожник» было произведено укрепление дорожного полотна по улице Матросова в микрорайоне Салама. Дано поручение повторно обследовать дорогу на предмет соответствия нормативам. Директору дорожной организации совместно со службой муниципального заказа дано поручение составить смету и произвести отсыпку дорог по улицам коммунистов 1 мая социализма и асфальтовой крошкой, образовавшейся после фрезеровки дорог по улице Карла Маркса. В связи с окончанием купального сезона 2 августа организовать демонтаж установлено на пляже оборудование и разместить табличку о запрете купания. По сообщению начальника отдела образования у Ольги Валенковой на 2 августа 40% работников образования вакцинировалось. В центре «Уникум» начал свою работу разновозрастный отряд в составе 20 человек. На начало недели проведена опрессовка отопительной системы в 11 образовательных организациях. 9 и 10 августа пройдет приемка школ и детских садов к новому учебному году. Как доложила начальника отдела культуры, молодежи и спорта Светлана Муравьева, все учреждения работают в штатном режиме. В организации малозатратных форм летнего отдыха на базе ДК начал работу разновозрастный отряд. Продолжает работу также трудовой отряд на базе Центра молодежи. Против коронавирусной инфекции вакцинировалось 43% сотрудников. Определем подрядчик для строительства детской площадки в районе Стрелки. Срок производства работ с 9 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года. Работы по строительству вертолетной площадки идут полным ходом. Площадка практически заасфальтирована. Необходимо установить ветроуказатель и нанести разметку. До 1 сентября работы должны быть завершены. Внимание! За период с 26 по 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания COVID-19. 64% от числа заболевших. Это граждане старше 60 лет. За неделю первым компонентом привилось 482 человека. Из них 374 буявлянина. Вторым компонентом 416 человек. 330 жителей города. Наблюдается динамика роста заболевания. Течение болезни тяжелое. Последствия непредсказуемые. Вакцинация единственный способ оградить себя и своих близких от возможных осложнений после заболевания.